Сегодня мы проводим акцию в защиту прав домашних и диких животных, потому что происходят атаки докхантеров на собак. И мы, кстати, сегодня будем раздавать и уже раздаем листовки наши активисты о том, как обезопасить собаку, если она вдруг съела отравленную еду докхантерами. Мы протестуем также против урезания расходов на приюты для собак. И так сейчас мало финансируется приют, отказывают медицинской помощи собакам, плохой корм им дают, отчитываются, что покупают хорошее, на самом деле дают плохой. Вот также наш пикет связан непосредственно с Кобзоном, который предложил отстреливать собак. Мы Кобзона сегодня на акцию пригласили, но он пока не пришел, может еще придет. Мы считаем необходимым принять закон о содержании домашних животных, чтобы как-то регулировать отношения между животными и их владельцами. Здесь инструкция небольшая, во-первых, в первую очередь, как обезопасить свое животное, в первую очередь собаку, если вдруг она стала жертвой докхантера. Ну а также здесь есть обращение к Осиву Кобзону, который выступил с крайне антигуманными вещами по отношению к животным. Он практически призвал убивать животных, которые встречаются на улице. Если люди жестоко относятся к кошкам, собакам, животным, которые находятся на территории каких-то заповедников, такие случаи тоже известны, то они будут, безусловно, относиться жестоко и к детям, и к людям в целом. Поэтому я решила прийти, поддержать акцию и попытаться привлечь внимание к этой проблеме жестокого обращения к животным в нашей стране. Потому что жестокое обращение к животным – это признак страны третьего мира. Безусловно, я не хочу, чтобы Россия была страной третьего мира и призываю всех к гуманизации нашего общества и к гуманному отношению к животным. Хотя, безусловно, правдящие животные – это проблема, но она должна решаться на государственном уровне, но не посредством убийства этих животных, а благодаря другим гуманным методам.